Холян, что ты ждешь от концерта Манавара? Я думал, должно быть... Охренительно были? Итак, народ, всех приветствую! С вами Дипрайс, и случилось событие, которого я ждал всю сознательную жизнь. Я, наконец-то, побывал на концерте своей любимой группы Мэново. Но для удобства и всего привычки, дальше я буду называть группу Манавар. Манавар для меня это больше, чем просто группа. Я помню этот момент в 97-м году, когда мне было 12 лет, и мой старший брат сказал, что недавно услышал одну крутую группу и хочет купить диск. Мы поехали в магазин и купили альбом Kings of Metal. И хотя от этого момента у меня уже были кассеты Metallica, там Узи Осборна, пластинка Black Sabbath, но подобного я не слышал никогда. Меня сразу же поразил саунд, поразил мощный вокал. Я был одухотворен их боевыми гимнами. Баллада Heart of Steel на долгие годы стала моей самой любимой песней. Я начал собирать все, что касается Манавар. Кассеты, диски, видео с концертами. Я помню ту радость, когда мне попался MP3-диск со всеми альбомами до 2000 года. И с тех пор побывать на концерте Манавар стало моей заветной мечтой. И вот полгода назад был анонсирован концерт группы Манавар в моем городе. Манавар объявили о прекращении карьеры и отправились тут во всему миру, чтобы лично попрощаться со своими фанами. Как только я узнал, что Манавар будет в Новосибирске, я сразу же купил билет на их шоу. За полгода до концерта. И хотя на тот момент я находился не в самом лучшем финансовом положении, но там вопроса о том, чтобы не купить билет, даже не возникло. И вот 1 марта мы собрались с двумя товарищами, заложили на дорогу 3 часа там, покушали в фастфуде, выпили по банке пива и вызвали такси. Я хотел запомнить вот все до мелочей, прочувствовать. Поэтому кроме той одной банки пива и алкоголя я больше не употреблял. Шоу должно было состояться в комплексе экспоцентр. И мы, когда подъехали к экспоцентру, вышли из такси. Нам навстречу тут же попались трое мужичков лет 40 в косухах, такие безрядно выпившие. И первое, что они спросили, где тут можно поссать. Ну, мы ответили, типа, что не знаем, мы только приехали. И хотя мы там обменялись нашими хэви металлическими приветствиями, но все равно было не очень приятно. Хотя я никого не осуждаю, каждый отдыхает так, как ему нравится. В принципе, ничего плохого в организации шоу я не заметил. Мы прошли металлоискатель, нас вежливо попросили выложить все металлические вещи. Работало два гардероба. Сами понимаете, Сибирь, как бы первый день весны, и люди, естественно, были в верхней теплой одежде. У стойки с мерчем толпился народ. Мерч очень хорошо продавался. Мой товарищ купил себе плакат, по-моему, сумку. Дальше мы прошли регистрацию, затем зашли в сам зал. И зал был разделен на три зоны. Была фан-зона у сцены, танцпол, и сзади были трибуны. Время было уже 8 часов, никаких движений на сцене не было. Народ скандировал там слова из песен, и, в принципе, атмосфера была очень дружественная. Я обернулся посмотреть на трибуны и увидел людей возраста старше среднего. То есть в зале и так был народ где-то 40+, но на трибунах люди выглядели еще старше. Я видел, как одна такая крупная женщина протискивалась между рядов. У нее было такое платье в цветочек. Видимо, там раздавались какие-то пригласительные билеты, ну, потому что, я не знаю, эти люди не были похожи на фанатов тяжелого металла. В 15 минут 9-го женский голос нам объявил, что группа еще находится в пути, они задерживаются из-за пробок, но уже совсем скоро выйдут на сцену. Ну, народ на это отреагировал довольно спокойно, хотя видно было, что люди уже устали, кто-то отошел к бару, кто-то продолжал напевать, скандировать какие-то слова из песен. И, кстати, вот по народу, по заполненности зала, было продано 70% билетов. Не салдаут, конечно, но тоже неплохо, я считаю. И вот без 10-ти 9 загудели порталы, началось интро, от басов у меня аж грудная клетка зарезонировала, и началось само шоу. Я просто вот не верил в происходящее, Демайя носился по сцене, размахивал хайером. Вокал Эрика просто бесподобен. Я смотрел какие-то крайние лайвы, и мне казалось, что Эрик немного подпросел, но это вообще не так. Он пел просто отлично. И, честно говоря, вот мое первое ощущение, как будто я смотрю концерт в каком-то невообразимо крутом аждекачестве. Мановар играли свои боевые гимны практически без остановок. Очень понравилось оформление, вот работа экрана, он не отвлекал, он отлично дополнял шоу. Мы орали слова всех песен, которых помнили, и, в принципе, оказывается, я еще что-то помню. Это было потрясающе. Радость, восторг, наверное, даже эйфория какая-то. Шоу было просто прекрасное. Мечта детства осуществилась. Я был на концерте Мановар, я стоял там, подняв руки в их фирменном хэви-металлическом приветствии. Я подпевал вместе с залом Браверс оф Метал. Я орал Хэйлэнд Килл. О таком я даже и мечтать никогда не мог. Где-то через час после начала шоу, Эрик попрощался с залом, и вся группа ушла за кулисы. Но мы-то прекрасно понимали, что шоу на этом еще не закончилось. Вышел Димайя с банкой пива и заговорил по-русски. Это была безумно крутая, вдохновляющая речь. Было видно, что ему это дается нелегко. Но все прекрасно все поняли. И в тот момент я чувствовал себя настоящим фаном Мановара. Я чувствовал себя частью Металлического Братства. И хоть этот тур заявлен как прощальный, но Джоя пообещал, что они еще вернутся в Новосибирск. И вот после этого они где-то еще полчаса играли свои самые там лютые боевые хиты. А теперь вот такая вот поварешка дегтя. Это, конечно, звук. Местами он был хорош, но местами это было просто отвратительно. На гитаре играл парень из официального трибюта группы Мановара. Конечно же, я хотел бы увидеть Карла Логана, или надеялся на чудо, и в финальной битве к Мановар присоединится Дэвид Шенкову. Но чудо не произошло. И в принципе, я ничего плохого не хочу говорить про гитариста. Но звук был ужасен. Когда он играл соло, его гитару выводили так, что все становилось просто одной кашей. А когда он заканчивал играть, что-то начинало заводиться, что-то начинало гудеть. Там уровень бас-гитары дико плавал. Мне показалось, что гитарист со своими соло ни разу не вступил в нужном месте. И очень много косяков, проваливающиеся ноты. А на песне Power of Ice World вообще обделался с концовкой настолько, что вся группа развалилась. Полностью развалилась. Честно говоря, и сам характер звучания гитары на соло тоже был какой-то непонятный, ужасный. И я, наверное, испытывал те самые чувства, которые испытывает фред-гитарист, когда слушает Кёрки Хэммита. И я ждал, когда эти соло поскорее закончатся и начнёт петь Эрик. Опять же, я понимаю, какое огромное давление, какой груз ответственности лежал на плечах этого парня. И кто бы не обделался, я бы точно обделался выступать с самими мановаром. Так что, народ, надеюсь, ваши заветные мечты тоже сбудутся. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, на концерте какой группы вы бы хотели побывать больше всего. Всем успеха и пока! Субтитры сделал DimaTorzok